привет друзья ровно неделя прошла с открытия летне осеннего сезона по боровой я в своем любимом лесу где традиционно привык охотиться на рябчика собирать грибы сегодня погода такая ночью прошел дождь ну сыра такой небольшой дождь прошел лес сырой с утра такой туман я проснулся где-то пол пятого вышел во двор туман такой и сейчас тоже в лесу еще туман попробую поманить рябчика вот сейчас пока шел по этой лесной дороге которая сзади меня вот они сейчас даже переговариваются рябчики начинают просыпаться время сейчас у нас без 15 6 утра в этом году вообще хорошо очень много рябинника влажность то есть все все условия для рябчика вот я сейчас пойду вот как раз таки вглубь леса это туда а я пойду наоборот к опушке леса в сторону лэб они сейчас все по углам таким сидят вот я летом замечал тоже ходил за грибами манил они сидят где-то по краю леса по опушкам у них кормовая база хорошие черничники и рябинники рябины очень много они еще пока у них нету тенденции к тому чтобы бороться за территории поэтому наверно буду в основном манить самкой это их как бы соберет они выводками то есть не факт что вообще подлетать захотят посмотрим все пойду я ребят по дороге по этой потихоньку буду манить и посмотрим что из этого получится не пуха ну сейчас мы с вами потихоньку по этой дороге и там утилет проходит он совсем близко метров 50 и они где-то по краям вот сидят здесь или здесь меня сейчас вот в этот край пойду там еще такая посадочка подрос такой небольшой не знаю ребят сейчас рябчик наверно будет не очень активен посмотрим грибов полно я сейчас пока на грибы не смотрю свинушки уже вообще у нас никто не берет тоже за грибы не считают все белые под березовики эти подосинники ищут черника отошла практически но есть ну вот где-то тут сейчас мы присядем подождем немножко успокоимся откуда-то справа ну я говорю они они у кого вы посидят между собой пересвистываются они подлетают но сейчас посижу еще минут десять и пойду туда в сторону лэп ту сторону они там это вроде рядом но он не подлетает не подлетит они между собой я говорил сейчас не время они между собой час периодически такими волнами переговариваются где-то пообщаются минут пять потом пауза полчаса вот так вот и не подлетают они сейчас не будут подлетать скорее всего ну и как я предполагал до сидят все по краям я сейчас выйду на эту опять же лесную дорогу через лэп пройду к началу вообще леса там между лэп и полем вот этот колок лес такой вот там они сидели в прошлом году оттуда сейчас вроде как бы их писк раздавался сейчас я туда потихоньку продвигаюсь ну и посмотрим ребят может там что получится хотя я уже честно говоря сомневаюсь может попозже еще может распогодится потому что все заволокло серое небо это конечно не совсем рябчиковая погода еще ветерок когда такой появляется прям по листьям капель идет они не очень-то любят это вот хорошо знаете когда там ноябре допустим или когда снег выпадет а потом такая оттепель с утра вот они очень любят они прям активно становятся вот а сейчас нет но они есть здесь это уже хорошо да рябчик тут есть они вон вот он где-то на краю сейчас сидит на краю прямо на краю леса ну сейчас может быть мы его так вот увидим сейчас попробуй вот он где-то тут сидит рябчик птица небольшая силуэт очень хорошо сливается с лапником с ветками бесполезно он где-то рядом тут сидит но он себя не выдаст никакого движения я уже прищуриваю смотрю ну не сиди здесь дружок ну и там вот они вот 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 они рядом опять же вот так вот прям по краям по опушке пасмурно еще туман как у меня прям туда вдаль куда-то туман землей прям соприкасается прям под лэп стою поезд электричка пошла и в туман туда уходит вот эта красота ребят время уже 7 утра вот он где-то здесь сидит ну как его вот тут в углу я говорю в углу ли спокойно все сидел шумовой ряпчик да я тут продолжает пищать ну сейчас я постараюсь обойти его тихо конечно получится но тут прям сидел и и Продолжение следует... 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 есть ребята вот он красавец вот так вот вот он сейчас доходит вот он петушок перышки полетели дым запах пороха ружье хоть понюхала вот это охота вот это удача ребят вот он вот петушок вот эта красота ребят вот это трофей я прям чувствовал перелетит вот все-таки перелетел и прям вот да вот сюда вот на этот ну или сосенку или ел на елочку он сел четкий выстрел это прям вообще этот такой хороший добрый трудовой трофей такая охота прямо приятные давайте сразу гильзочку заберем до сразу скажу чтобы вопросов ну сейчас мы с вами такой ликбез проведем сейчас я куда-нибудь присяду семерка фетр и собственно вот вот он он трофей долгожданный желанный трофей неделя неделя после открытия по боровой вот пожалуйста ну вот ребят так и закончилась моя охота это первый мой выход по боровой в этом сезоне в лес и как видите охота результативная большая удача добыт вот такой вот довольно таки крупный матерый петушок рябчик что делает этот трофей еще более желанным и охоту удачной я считаю он сидел здесь один поэтому то есть я уже так понимаю они потихоньку начинают делить территории особо что-либо я уже не намеревал сегодня на охотить так потихоньку шел собирал рябинку жене на компот попросила еловой смолы тоже набирал ну там где были грибочки собирал грибы и уже так потихоньку шел шел и заглублялся в один из таких своих глухих квадратов лесных ну я это такие мои так скажем места мои обходы вот это где-то примерно километр 8 и вот сейчас на часах у нас с вами половина 11 то есть я все это время шел я не останавливался только ну один раз я присел на пенек попил чайку собственно я и шел это уже по траверзе я шел от железки поездов уже практически не слышу ну все это вот глухой такой угол я шел по вдоль противопожарного разрыва смотрел грибы периодически манил тоже манил ну то самцом то самкой и вот именно на самку кстати в основном они реагируют сейчас на самку на когда манишь самочкой он ответил ответил как раз примерно с тех мест где я вот охотился два года назад я начал потихоньку продираться туда в лес заглубился но не намного заглубился от вот этого разрыва противопожарного и сел спиной к нему примерно спиной дальше начал манить и тишина ребят просто тишина он не отвечает ответа вообще ни разу не было через какое-то время минут через 15 примерно я услышал а это вы ни с чем не спутайте вот кто только начинает на рябчика это вот ребята даже если он не отвечает по крыльям вы его сразу определить это вертолет он вот так аж ну типа как пуля летит я не знаю закрученная какая-то вот прям сел за спину ко мне поворачиваться или как-то там двигаться или шевелиться вообще было нельзя то есть все это я уже замер в то же время надо было как-то еще поманить его то есть это вот вот такой вот примерно движение было она очень медленно я очень медленно подносил манок самки губам перевернув его уже как-то вниз чтобы было потише немножко я еще раз поманил и вот тогда он ответил он сзади прямо ответил потом я еще раз поманил он ответил еще раз и после этого он по кругу слева вот так вот облетел и села ровно под ружье вот это прям классика ребят в этом сезоне рябчик очень активен его очень много так как в принципе и дождей было много то есть есть наличие воды влажность и очень много рябины вот я иду рябины ну вы кто входите в лес ребята коллеги охотники или просто кто меня смотрит грибники вы тоже заметили что вот ягоды очень много рябины это непосредственно кормовая база рябчика лакомство черника да еще где-то местами попадается немножко черники она уже в принципе отошла вот ну где-то прям можно такую горсточку хорошую набрать чем я и чем я и занимался попутно вот это ягода опять же ребят потихоньку брусника начинает созревать вот уже такие да они красненькие она пока еще не совсем созрела но скоро вот недели две все брусника уже будет и вот этим ты наслаждаешься вот ты идешь ты общаешься с природой берешь ее дары ягоду ту же самую собираешь и потихоньку да потихоньку охотишься принципе после такой охоты сейчас я попью чайку посижу но вот усталости как кто стрелял рябчика кто добывал тот меня поймет усталость как рукой снимает все ты можешь еще топать столько же куда угодно мне кстати да еще дорога обратно предстоит но сейчас хорошо сейчас уже даже солнышко такой где-то начинает проклевываться большущей вам удачи ни пуха вам ни пера на охоте выбирайтесь на здоровье желанных вам трофеев ну я пошел ребят потихоньку спасибо что смотрели пока увидимся о по красота удачи